полный текст договора мы выслали общая сумма выплат два с половиной миллиона ну мы сеть гипермаркетов нам надо много хорошо читайте добрый день ирина валерьевна там владимир николаевич только я тебя очень прошу давать тезисно а то у меня мало питания оп кому это кому это тебе на с днем рождения happy birthday to you happy но забыла забыла что это это рамка для фотографий спасибо как раз то о чем я мечтала туда можно фотографии вставлять спасибо что объяснили какие пользуются проси если у меня такая подожди есть есть уверена есть точно дети пойдут может туда и детей вставить бабушек дедушек вообще всю семью ты тоже взяла ты семью туда вставила ах ты моя дорогая и ж забыл что у тебя квартиры есть семьи да нет сколько тебе лет еще пикассо говорил да что мужчине столько лет сколько лет его а сидишь сколько лет его женщине ты с моей эвелинка ровесница а стало быть и со мной значит мы с тобой ровесники да губки то у тебя вижу он контур уже пошел бровки домиком с ботоксом и матушка переборщила ничего у меня есть такой пластический хирург ой подтянет подможет 500 подтянуть можно вот репродуктивную сницу ты подтянешь часики твой тик так тик так тик так тикули да это мы мужики до 90 лет можем оп 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 заколачивать особенно если у жены этот инструктор по фитнесу хорошей а чё ж ты мне ничего не сказала я что я где же спортзал пошел помнишь какой я был жирный обрюзгший а сейчас посмотри скомандую марш скомандую мне маша вперед марш стой 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 а это снова я да про семья че это я пришел спроси че я пришел зачем ты пришел хороший вопрос хороший ты это ирок компанию свою отдай 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 тебе банк все равно контракт не продлился не продлился не продлился не продлился а ты откуда знаешь отверстия дурочка это мое дочернее предприятие дочка моя так сказать пока договора аренды не стекли имею право я тебя без всяких договоров аренды отсюда турну а я в суд не смеши ты меня и так смешной ты мой дурый я же не для себя для тебя стараюсь я тебе денег дам купишь дом где-нибудь в венеции гондолу гондольера хочешь двух детей нарожаешь семья зачем скажи зачем тебе гнить здесь потеть в твоем возрасте замуж я без денег выйду сейчас сейчас он сколько желающих то есть желающие за пожилую женщину замуж скажи мне сколько тебе времени надо чтобы замуж выйти за нашего среднестатистического мужика если классическая ориентация то 5 чего 5 дней если оригинальная туси давай-ка поспорим а на что девственность тебя решу на что на компанию твою поспорим давай если ты за 5-7 дней замуж выйдешь все все я тебе все долги прощу если не выйдешь твоя компания становится моей сделаю слияние двух компаний что хотел позже перезвоню иди к черту но я хочу находиться в одном из своих гипермаркетов давно хотела инкогнито на линии фронта побывать посмотреть что к чему гибермаркет выбираю я сотрудника я я не могу сейчас позже пускай это будет самое низко оплачиваемое чмо годится хорошо значит ты ему не будешь говорить что у тебя денег как у дураков антиков на еще у тебя там прописка сосиска и так далее да будет думать что я бомж из ближнего зарубежья на заработки приехал значит официальный финал подачи заявления в загс годится договорились ну и начнем завтра с 10 но да да субтитры создавал DimaTorzok привет меня зовут Вадим наверняка хоть раз мы с вами встречались но вы вряд ли меня запомнили с виду я обычный охранник в обычном торговом центре на самом деле это мой дом а я его хозяин и здесь я по-настоящему счастлив меня называют местным домовым может быть потому что здесь давно живу или за то что стараюсь всем помочь в общем если бы в гипермаркетах были домовые они скорее всего выглядели как я иногда меня тянет вернуться к прежней жизни но но а 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 и а Доброе утро, дорогая. Ты уже проснулась. Я сейчас всех уволю. Да. Я тебя вечером просто съем, ты поняла? Здравствуйте. В рамках рекламной акции не хотите ли вы попробовать продукцию нашего нового поставщика? О, улыбайся в конце. Видишь, какая-то красивая сразу. Ну что, Танюш, как там мелкая? Ой, сегодня первый день. В садик пошла. Да ты что? Ну-ка, расскажи. Расскажу. Владос, подяжу тебе блина в час? Да завтракаю я. Десять минут подождешь? Конечно. Ну, давай, рассказывай, что ты там куда пошел. Куда он пошел? Годовщина. Здравствуйте, сударь. Чего изволите? Че? Блин. А, один с семгой, один с брынзой. Блин. Очень хорошо. Один с семгой, один с брынзой. Ага. У них 10 лет совместной жизни. Пошел подарок искать. Что дарить будет? Не решил, шипота. Ну, и до вечера убирать может. А мне нужно на часах стоять. Приятного аппетита. На. Хорошо. Скажите, на ваш взгляд, какие из них более статусные? Эти для деловых переговоров, а эти для того, чтобы на женщин впечатление производить. Давайте-ка я и те, и те возьму. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Всего вам доброго. С твоей зарплатой только в статусных вещах и разбираться. Как хорошо, что вы зашли, Виталий Андреевич. Как раз те часы, которые, чтобы на женщин впечатление производить, вы их вчера под свою ответственность взяли и не вернули. Нехорошо. Не делайте, пожалуйста, так больше. Мало ли, вдруг потеряете. Сам знаю. Не твое дело. Сейчас, секунду. Алло? Да, Пушик, да, дорогая? Вам что-нибудь предложили? Часы? Да ты что? Да нет, спасибо. У меня есть. Подделка? Ага. Китай. Так, значит, начальство тебе прислало нового стажера. Познакомьтесь? Ага. Ира? Так. Вадим. Ага, ага. Ага. Вот, как-то так. Пробуйте. Вадим. 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 Да. Привет. Я только оттрел в товарах для дома. Поможешь выбрать подарок? Ладно, ладно, сейчас буду. Ой. Ну, как говорится, много не мало. На одну пачку один штрих-код. Практикуйтесь. Что это? Это что? Это рассыпано. Почему? Потому что порвалось. Порвалось? Угу. Вот это? Это собственность магазина. Это не какая-то печенюшка. Это деньги. Вычтите из моей зарплаты. Вычтут раз, вычтут два, вычтут три. И уволят из выходного пособия. Я больше не буду. Вы вообще дружите с кем надо. А я вас прикрою всегда. Да и вообще, по-моему, нам пора поближе познакомиться уже, а? Ну, а давайте. Можно на три? Конечно, можно. Пошел ты. Виталь. Слушай, тут Лизе нужно сегодня пораньше сработать уйти, а? У ребенка температура. Я переживаю. Ты не волнуйся, я подменю. Где ребенок? В садике. В садике. И что? Я подменю. Там нет сестра. А? Там квалифицированные специалисты, воспитатели. Нет-нет-нет-нет-нет. Вечером его заберешь. Так что, по каждому поводу с работы уходить, а? Что ты мне тычешь, а? Я слышу. Я тебя сейчас... Алло, алло. Да, да, да. Алло, алло. Да, 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 дорогая. Да, когда, когда? Да, 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 да. Я очень рад. Это что, когда? Через полчаса? Конечно, поведу, да. Сегодня никто отсюда раньше времени никуда не уйдет. Понял? Никто. Никуда. Ну, видишь, как все удачно сложилось. А? Ну, он пошел с своим пушиком встречаться. До завтра точно не появится. Давай, иди. Правда? Правда, правда. Переодинусь, подменю. Все. Вадим, спасибо тебе большое. Я на пару часиков. Пока. Ну вот. Хорошо. Привет. 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 На замену? Как всегда. Не вертись. Ну что, пососеет, потемнее. М? Вам интересно мое мнение? Ну, почему бы и нет? Ну, давай посветлей. Лизка в отделе нижнего мобиля работает. Я ж не могу ее в таком виде подвинять. Вот, приходится мимикрировать. Алло. Алло. Здрасьте, Павел Павлович, да Нет, я на беговой дорожке сейчас Не могу разговаривать, давай Да Привет Как? Первый день, так сказать Как притирка на новом месте, а? Как у тебя там шерум-бурум, а? Нормально Слушай, помнишь, мы с тобой говорили, что Если классическая, то пять дней А если оригинальная, то семь Что, попала, что ли, мать, а? Да, есть сомнения Кать, билет наденешь, береги его Он же с нашим, так сказать, Фредди Меркури Света одного Ладно, если он реальный из меньшевиков Дам тебе, так и быть, два дня дополнительных Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Девушка, девушка, вы мне не поможете? Да, да Как вы считаете, вот этот лучше? Или вот этот? Одну минуточку Я думаю, первая ничего Хотя вторая тоже подойдет Классическая Чего? Они появились Будешь играть с сестренкиными куклами Будешь такой же, как этот дядя Клевый костюмчик А ты что, сюда пришел обсуждать свои взгляды? На высокую моду? Я пришел предложить тебе соревнования А не рано? До чемпионата полгода Ну, считайте, это дружеским матчем Ты же не боишься проиграть друзьям? Только не надо нас на слабо брать Смелей, да? Я согласен Сегодня вечером на моей территории Ну, само собой Ее-то ты знаешь лучше Я нажать вам задницу В аддосы с закрытыми глазами машут Из половины аккумулятора, да? Да Да Значит, замазались? Значит, замазались Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я пойду Ну, иди Ну, я пойду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сэм врубает литро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровень подземного гаража. Прижмись к левому краю. Все сокращение дистанцию. Налево, налево. Максим, финиш через три полета. Исэп вырывается вперед. Прижмись к левому краю. Шэм не вписывается в поворот. Аладдир финиширует. Аладдир финиширует. Ну что, друзья, заканчивается еще один день, а вместе с ними заканчиваются и проблемы дня сегодняшнего. Завтра, завтра, конечно же, будет лучше, чем сегодня. Меня зовут Дмитрий Ленин, вы продолжаете слушать русское радио, а я вернусь к вам уже завтра. Завтра. До встречи. Долго еще? Нет. Уже полчаса ждем. Скоро. Правда, скоро. А, ты по часам питаешься? Какая-нибудь аэруведа? Юр, чего? Понятно. Все. Можно. Слушай, вот эти ваши соревнования, они у вас часто бывают? Раз в год внутри нашей сети, раз в два по Москве, ну а в следующем году состоится чемпионат на кубок Walmart в Америке. По идее, я должен был представлять нашу страну. Но я никуда не поеду. Почему? Я вообще отсюда не выхожу никуда. Уже давно. Держи. Спасибо. А почему? Привык. Мне так комфортнее. А как ты вообще сюда попал? Хотел денег накопить. У тебя что, большая зарплата? Неважно, какая у тебя зарплата. Важно, сколько ты тратишь. Вкусно. А сколько ты тратишь? Нисколько. Это как это? Ну вот так это. Ну, по сути сама. Крыша над головой есть, все коммунальные услуги, ночлег. Еда вон, пожалуйста, тебе сколько хочешь. Одежда. Все бесплатно. А что человеку нужно еще для счастья? А на что ты копишь? Я тебе скажу, если не будешь смеяться. Да. Я хочу построить стадион для картинга. Для чего? Ну, для картинга. На машинке такие, знаешь? А, да. Вкусно? Вкусно. На еще. Спасибо. А что мы так долго ждали? Почему не начинали? Мы ждали ровно 12.00. До первой звезды нельзя. Если бы мы стали есть до 12.00, это было бы воровство. Ровно в 12.00 у всего вот этого заканчивается срок годности. Все равно ведь выбросят. Что-чего? Мягенько. Нравится? Угу. Ну, хорошо. Значит так. Отдел сантехники. Вот там души подключены. 17.00, 34.00. Если захочешь в ванную или джакузь залезть, 56-51. Ну, только ты предупреди заранее, чтобы не было там всяких неловкостей. Что еще? Светильники подключены. Ну, если что, вот там любой снимешь, только запомнить, с какого места взяла. Так, пижаму тебе взяли. Все. Надо отдыхать. Завтра рано вставать. Спасибо. Не за что. Так, самое главное. Если будут какие-то вопросы, вот те рации. Сегодня сплю вот там, за поворотом, на большой кровати с двумя светильниками. Ну, если что, вроде все. Пока. Спокойной ночи. Привет. Привет. Ну, приятного. Что? А как же обмен веществ? Везет. Скажи, а вот Вадим, у него какой-то сдвиг по поводу гонок? Ну, он что, может, гонщик бывший? Почему? Ну, смотри, вчера он в гонках участвовал, потом деньги копит на стадион для картинга. Такие машинки маленькие, знаешь. Слушай, может, это секрет, я не знаю. Понятно. Ну, в моем случае, он копит на самолет Cessna, как у Ричарда Баха. Простите, пожалуйста, что значит в твоем случае? Смотри. Глобус! Что такое? Глобус. Вадим, на что деньги копит? На вступительный взнос на чемпионат по покеру. А, как же... Он сейчас мелкий! Чего? Подож, на что деньги копит? Хочет в бал ларек открыть с физической шурмой и наггетсами. Да нет. Жемчужная ферма на Дальнем Востоке. Ну вот. Так что всех спроси. Он хочет выкупить буза хилинга, чтобы тот всегда тренировал нашу сборную. Хочет создать партию торгового центра России. Наладить производство маек нет консюмеризма. 400 баксов за штуку. Он уже лет пять рисует мангу «Призрак торгового центра». Хочет издать за свой счет. Сделать самый большой бутер с черной икрой для книги Гиннеса. Я хочу, что вы делаете, да? Я хочу, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. А почему ты не на рабочем месте? Уволю! Так, степень окисления. Ну, степень окисления – это как бы сколько электронов может предоставить атом для приема и отдачи. Понял? Хорошо, что ты хочешь, что вылага, да? 6 на 10 – 23 частицы. Успойл! Ай, приехали. О, здравствуйте. Знакомьтесь, это Миша, это Ира. Мы тут уроки учим. Здравствуйте. Здравствуйте. Оп, давай, шлеп. Что? Спросить что-то хотела? Ага. Ты на что деньги купишь? Так я же тебе вчера сказал. Миша, а тебе он что сказал? Что купить деньги для Дарьи Донцовой. Ну, хочет ей отдать, чтобы она перестала вписать. Вадим, ну, не хочешь рассказывать? Не рассказывай. Ну, так врать-то зачем? Я не вру, но правда. Только тебе скажу. И тебе. Я хочу обвалить пару евро-доллар. У большинства трейдеров на 1.11 выставлены сейл-приказы. Доллар автоматом падает до приоритета. Я скупаю все по максимуму и навариваюсь тогда, когда пойдет положительная коррекция. Издеваешься, да? Нет, не издеваюсь. Он издевается. Послушай, закрой уши. В общем, мне операция нужна. Просто неловко все это, понимаешь? Говорить хочу увеличить. Пальцы на ногах. Что? Хватать. А что смешного, а? Я, между прочим, душу ей открываю, а она смеется. Да. Пикаперы появились. Пикаперы? Лизу готовь. Давай, учи алгебру. Через полчаса приду, проверю. Сейчас такое будет. Пошли. Такой цыг с конями больше нигде не увидишь. Мы ничего не пропустили? Не, вошли только. Жертву убираем. Слушайте, что происходит, а? Смотри, видишь эту группу симпатичных молодых интеллигентных людей? Это гордые посетители практик по пикапу. Они изучили нейрогенетическое программирование, эриксонский гипноз, сегистивную психологию, рапорты, якори. Короче говоря, не люди, а боги. На последнем занятии им осталось пройти блюдное место и показать все свои знания на практике. Вот. Бабу склеить по-научному. А-а-а. Привет. Познакомимся? Ты что? Совсем, что ли? Может, познакомимся? Смотри, какая тилочка, а? Да устро, потрахались. Идиот. Прелесть. Давайте, ставки. Давайте. 4,13. 5,12. Тогда я 2,18. Да ладно, все 5,45. Магия бомазан турум бишвеса, мэльма? Ага. Так, а ставки на что? Сейчас узнаешь. Лизу, пускай. Лиза, существо на 11 часов. Джинсы, клетчатая рубашка. Фас! Лиза, существо на 12 часов. Фас! Может, сексом займемся? Бам! Жертва впадает в ком. Ставки на то, через какое время он очнется, ну или хотя бы пошевелится. Выигрывает тот, кто скажет в самое близкое время. А спорим, мой пикапер дольше простоит, если я подойду и скажу ему что-нибудь? Без обид. Девять к одному в пользу Лизы. Замазались? Кюрюш, поставь на меня тысячи две-три. Я отдам. Засекаем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как там наши стойки оловянные? Да я уже побоеваясь за него. А что ты ему сказала? Ну, это немного неприлично. Немного? Слушай, а мы что, сегодня опять просроченными продуктами будем ужинать? Может быть, давай? В честь выигрыша. Я угощаю. Не нужно никаких угощений. Нас им будет кормить. Баба Нина. Кто? Подушенька! Ты где, милый? Баба Нин, мы здесь. Иди сюда. И с девушкой. Слушай, а что за странный паренек у вас там у входа стоял? Как стоял? Что, уже не стоит? Главное, я к нему подхожу, говорю, Милый, ты что тут делаешь-то? Магазин-то уже закрылся, почти все ушли. А он пришел к себе и говорит, ага, конечно, пошли. И потом вгляделся в меня, как заорет и удрал. Что, почему, не понимаю. Вот, баба Нин, знакомься. Это Ира, мой стажер. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Ну, ладно, ешьте. Ты, мальчик взрослый, все разберешься, а я пойду. Да. Очень интересно. Какой-то кипит наш разум, возмущенный. Давай, давай. Вот, моя дорогая, сейчас мы будем есть. Это что, родственница твоя? Ага. Ну, не совсем. Ну, то есть, вообще никаким боком. Да? А почему же она тебя кормит? Меня же сюда подкинули. Младенцем еще. На парковке тележки из-под продуктов ставили. Правда? Нет, конечно. Просто я пускаю поворчать. Зачем? Поворчать. Так как? Вон, иди, посмотри. О, ручки, которыми пишут. Сколько? Что? 118 тысяч? С ума сошли? Это же ручки, которыми пишут. Ух ты, лифчик. 4 тысячи. 4 тысячи лифчик. А трусы? Две. 4 и 2. 6. За что? Я понимаю, если бы материала шло много, а тут же ленточки какие-то... А главное, что это не вмещает ничего. 6 тысяч. Охренели совсем? Обалдели. Идиоты. Чаю? Ага, давай. Ну, что там? Слушай, она все этажи обошла. Ничего не пропустила. Я столько нового узнала о своем магазине. В смысле, о нашем. Ну, где мы работаем. А зачем это все? У нее бывают приступы классовой ненависти. Ей нужно это время от времени выплескивать. Я ее пускаю к витринам поворчать. Она потом ходит. Вся просветленная, отдохнувшая. Как будто неделю с курорта. Держи. А мне не жалко. Пускай выговаривается человек. Ой, хорошо. Ну, как вы тут, молодежь? Ничего, едим. Спасибо, все очень вкусно. Ой, Ирочка. Как хорошо, что вы тут оказались. Ему так тут трудно без женской заботы. Все в сухую, но в сухую. Чего? Да ничего. Сухомятку все ешь. Нет уже из женской руки. Некому борщ приготовить. Ирочка, вы бы приглядели за моим оболтусом. Да, он без царя в голове. Ну, хороший. Не жадный, не злой. Я вижу. Куртку дай. Ну, все. Бабни, посидите с нами еще. Не, не, не. Не дай бог метро заткнует. А ловить машину до бабушкинской, это ужас. Денег не хватит. Это же 500 рублей. Представляете себе? 500 рублей. 500 рублей. А почему не 5000? Чтоб вообще шкуру снять? Почему не 50? Бабни, тебе что, не хватило? Ну, пойди еще погулять. Извините, ты так поймешься. Ну, ешьте, ешьте. Ну, и хорошего, ну, ешьте. Все счастливо. Пока. До свидания. Ой! Это я не пугайтесь, я на какую-то кровать покнулась. Сколько? Покажи мне свое лицо! Хозяин магазина! Я 50 грамм были встроен! Глаз народа. Слушай, можно я на соседнюю устроюсь? Я тебя не смущу, а то мне как-то там неловко одной, если честно. Как будто в чистом поле кровать стоит. Можно. Тебе помочь? Нет, лежи-лежи, я справлюсь. Слушай, а этот мальчик, которому ты с уроками помогал? Миша? Ну, да. Он тут откуда? Да нормальный парень, адекватный, простой пацан. Просто ему с педагогами не повезло. Я в гейм-зоне работал, но вижу, парень ходит, уроки прогуливает. Понимаешь, у меня тоже в школе такая же фигня была. Я ему про свою школу рассказал, он мне про свою. Я говорю, ну давай, раз ты что-то прогуливаешь, буду тебе помогать уроки делать. Договорились с ним, за каждую пятерку полчаса бесплатно на автоматах играет. Ну, как-то так вот оно и пошло. Слушай, так у тебя тут практически семья. Ну да, практически. Скажи, а есть что-нибудь, чего тебе не хватает оттуда? Откуда? Оттуда, снаружи. Да нет. Еда, вода, мебель какая хочешь. Хочу гейм-зоне проверять, пожалуйста, играю. Кино посмотреть, иду смотрю. В книжном вон, книжки какие хочешь. Че еще, одежда бесплатная, техника какая хочешь, вай-фай. Да нет, все у меня есть. Ну, может быть, природы не хватает? Нет, все в порядке, все есть. Ну, ладно. Спокойной ночи. А нет! Вспомнил, есть одна штука. Какая? Утка по-пекински. Не поняла. У нас на фудкорте китаец работает, Ю. Ну, да, да, знаю. Ролл делает с уткой такие вкусные. Ну, я ему как-то комплимент сделал, мол, говорю, так вкусно, спасибо большое. Он говорит, это что? У него дядя есть чу. Шеф-поваром работает в ресторане Хуан Хе. Ну, так вот. Этот чу делает 350 миллионов раз вкуснее утку по-пекински. Он говорит, что ты, я думаю, что ты с другой стороны? Куда кае? Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Ирка! Привет! Привет! С ума сойти! От тебя что, мой Вовчик довел? Тихо, 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 я ему сейчас позвоню, разберусь. Стюша, успокойся. Я, конечно, понимаю, вы конкурируете, но чтобы моя подруга лифчики продавала, но это вообще за грани. Да успокойся, все хорошо. Что хорошо? Он сам сказал, что без денег тебя не оставит. Какие деньги? Подожди, я сейчас разберусь, Ир, не переживай. Успокойся, пожалуйста, ты, Вова, здесь совершенно ни при чем. Ты что, не знаешь, почему я здесь? Нет, не знаю, почему. Потому что... Лиз, зайди на склад, пожалуйста. Срослым нужна твоя помощь. Пять минут. Побыстрее, пожалуйста. Я справлюсь. Так, что происходит? Так, ты только не ори, хорошо? Все нормально. Я здесь не работаю, не пугайся. Тогда зачем? Просто хочу изучить все изнутри, вот и притворяюсь. Слушай, давай отдельно встретимся, я тебе все объясню, а? Ир, мне очень надо с тобой поговорить. Это личное. Мы можем встретиться в ресторане в Рыбном. Который здесь? Да, он хороший. Знаю. Хорошо, только дай мне пару минут, мне надо тут кое-что доделать. Я тебя очень жду. Кофе, американо, все. Треску черную у них попробуй, редко где хорошую делают. Да я и не хочу. Я уже с утра фудкорте шаурмы наелась. Что? Ты уверена, что с тобой все в порядке? Да. Как твои дела? Я, кажется, любилась. Ах, ничего себе. А Вова как же? А все это его работа. Догадываюсь. Смотрю. Спасибо. Я ему говорю, милый, мы с тобой так давно не отдыхали вместе. Поехали к морю, к солнцу. Поехали. Вместе с ноутбуком поехали. Вот он сел на шезлонг, обложился телефонами и тра-та-та целый день. Котировки, опционы, акции, аренды, подрядчики. Нет, ну я не могу так больше. Но я же женщина, я живая. Так, подожди, ты что, разводиться надумала? Я не знаю. Ира, я уже ничего не знаю. Но я дрянь в этой ситуации. Я понимаю. Ну что мне делать, как ты думаешь? А влюбилась-то в кого? Он очень классный. Но совсем на своей работе не зациклен. Я с ним когда познакомилась, ты знаешь, это был просто лучший день в моей жизни. Я просто вдруг вижу, стоит мужчина какой красивый. Как ты не можешь понять? Я тебе все верну. И у меня, у меня просто сейчас нет. Сейчас нет у меня. Просто сейчас нет. У меня есть, есть. Но все в строительстве. Я же по всему городу 30 объектов строю. Пойдем. Пойдем покажу. Пойдем. Пойдем, посмотришь. А вот они красавцы какие. Вон они. Да отсюда не это. Не это отсюда. Но они, честное слово, развод. Меня развод подкосил. Развод меня подкосил. А вот ты бы мне в такой же ситуации помог? Да. Я да. Да не помог бы я. Я помог бы. Ладно. Долги твои я выплачу. Умница ты. Но объекты красавцы твои. Я заберу себе. Да. Вот теперь танцуй, Вова. Танцуй. И он такой внимательный, заботливый. Если это любовь и большое светлое чувство, тогда надо разводиться. Думаешь? Уверена. Так. Ты знаешь, мне бежать пора. Ты только держи меня в курсе. Ладно? Хорошо, ладно. Пока. Алло. Пушик? Пушик, ты просто фантастическая малышка. Ну, конечно, я. Нет, я тебя больше. Нет, 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 нет. Я тебя больше, больше, больше. Виталий. Нет. Вань, подожди. Слушай, я и так без паспорта вижу, что ты Виталик. Вот посмотри на него. Вылитый Иван. Я Леха. Тоже сомнений никаких. А ты Виталик? Добрый день. Да, добрый день. Виталий. Андреевич. Андреевич, да. Папа, значит, Андрей был, да? Да. Андрей, да. Надо как вот у нас. А папа Андрей, значит, я тоже обязательно Андреевич, да? А если я не хочу? Владимир Лопутев, может, слыхали? Тихо, тихо, тихо. Да. Тихо, тихо, тихо. Да, слыхали, я вижу, слыхали. Я все объясню. Я бы неправильно поняли. Произошла ошибка. Вы понимаете, я, 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 я все вам объясню. Это я бы никогда. Я не знал. Я не знал. Тихо. Объясню. А что вы мне объяснить хотите? Ну, ты сказал. Я все объясню. Я спрашиваю. Что вы мне объяснить хотите, а? Ах, по какому поводу? Видите ли, мне вас рекомендовали как делового человека, который за деньги может маму родную продать. Это так, так, это так. Ну, я не знаю, во-первых, кто ее хочет купить. А зачем она маму? Так тебе скажу. Малыш, мне мама-то твоя вообще не нужна. Ты куда меня ведешь? В лес. Чтоб завести и бросить на съедение. Ну, зачем же так? Жарить шашлык, выпить вина. Ты как? Я не против. Хорошо. Все, можешь открывать глаза. Проходи, не стесняйся. Ты меня спрашивала, не хватает ли мне природы. Это ботанический отдел. Кустики, деревья, росады, семена всякие. Для дач, огородов, ну и всего такого. А птица, ветер. Видишь там за фикусом бумбокс? Вот у тебя джунгли. Вот морской прибой. Или музыку поставить? Там много дисков. Да нет, нет, лес нормально. Лес. Хорошо. Лес. Слушай, но ведь это все равно не совсем природа. Ну, это же не настоящий лес. Ты в любой момент можешь пойти погулять в настоящий лес. Ты там давно была? Вот. А тут тебе, пожалуйста, и кактусы с пальмами, и елочки с пихтами. А по весне рассаду продают, ты не представляешь. Поля, мяты, розмарина, лаванды. Такой запах стоит. Присядь. Чего ты? Шашлык кто готовить будет? Я могу. Женщина вообще-то готовит. Женщина должна расти детей, быть красивой и не путаться под ногами у мужчины, когда тот готовит шашлык. Ну, извини, это мое мнение. Да нет, ничего. Мне нравится. Это местный персонаж. Она тут часто появляется. Мы ее, знаешь, как называем? Маттахари. За что? За манипуляции с мужчинами. Первый раз я ее увидел, когда она пришла с одним бойфрендом. Он купил ей за 500 американских рублей часики. Во второй день она уже пришла с другим бойфрендом, и он купил ей такие же часики. А на третий день она пришла и одни эти часики вернула. Слушай, а если это бойфренд, чьи часики она сдала, спросит, а где часики, которые я... Получается, у нее два бойфренда, одни часики и 500 долларов. А? А-а-а-а! Нормально. Талант. Слушай, подожди. Ты что, хочешь сказать, что все эти продукты, которые мы сейчас съели, тоже просрочены? Я купил. Хочешь, чек покажу? Да нет, 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 не надо. Просто это что, ради меня, что ли? Да. Ты же мой гость. Че там? А? Что-то случилось? Не, не, все хорошо. Что? Что? Что-то не так? Нет, все так, просто... Я просто идиотка. Да нет, я... Прости, пожалуйста, не надо ничего говорить, и все. Нет, все нормально. Просто... Ты помнишь, что ты меня спрашивала, что мне здесь не хватает? Ага. Пекинской утки. Не только утки. Здесь тепла не хватает. Человеческих... взаимоотношений. послушай меня, пожалуйста. Ну, мы же с тобой не... подростки озабоченные, правильно? Мне кажется, нет. Это же не усложнит наши отношения. А? А? Ну, конечно. Конечно. Прости меня, идиотку, я больше не буду. Да. Да. А-а-а! Жива еще моя старушка. Жив и я. Привет тебе! Привет! Что ты хочешь? Что ты хочешь? Че-то ты со мной не ласкова. Сейчас. А я, между прочим, звоню тебе, напомнить, что завтра в десять утра заканчивается срок нашей с тобой, так сказать, договоренности. А я ведь колоколов-то пока еще свадебных не слышу, а? Или что он, гомосекой отказался, а? Да нет. Ты ему знаешь, что скажи? Да скажи, что утром ЗАГС, вечером секс. А то вдруг он, если наоборот, в ЗАГС не пойдет. А это не твое дело, понял? Верно, верно, не мое. Я ж просто, так сказать, по-товарищески тебе звоню. Пожелать удачи в неравном бою. Давай, целую тебя. Что такое? Что случилось? Ничего, все хорошо. Слушай, у меня просто этого очень давно уже не было, поэтому, если что-то не так, что все прям так плохо, да? Дурак. Все хорошо. Ты самый лучший. Ну, а что тогда, а? Ничего, это мои проблемы, я сама разберусь. Ты сначала скажи, что произошло, а потом и решим, чьи это проблемы, ладно? Хорошо. У меня нет вида на жительство, мне обещали помочь его сделать. Ну, в общем, не важно все, ничего не получилось. На работу меня не взяли и мне придется уехать. Тьфу ты, елки. Я уже думал, умер кто-нибудь или заболел. Чего ты меня пугаешь-то? Проблемы. Проблемы решаются. Ты знаешь, я слышал, сейчас есть такие чиновники, которые взятки берут. Ну, где-то примерно один на миллион. Если нам повезет, мы встретим такого, то... Ну, ничего не выйдет. Ладно. Так, какие там еще варианты? Слушай, а если ты выходишь за гражданина России, это как? Поможет? Это поможет, но... Никаких «но». Я гражданин России. И потом, я как... Нормальный, порядочный человек. Вроде как, уже должен на тебе жениться. Я не против. Вот и хорошо. Одевайся. Скоро магазин открывается. Потом вечером у нас помолвка. Как? Только вечером? А ты не против, если мы прямо сегодня вечером заявление в ЗАГС подадим? Ну, просто время, понимаешь? Так это ж надо отсюда куда-то выходить. Куда? Ну, к этому... Властелину колец. Я могу его сюда позвать? Да. Давай. Давай. А, 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 и, и, дорогие прочующиеся гадости. Сегодня мы, 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 мы собрались для того, чтобы поесть. Есть. Да. Нет. Только в определенных случаях. Да. Угу. Если одно из лиц не может явиться в орган записи акта в гражданское состояние вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Насколько уважительная? Рублей? Нет? Минуточку. Это уважительная причина. Надо следить за то, что это вопрос. Еще чего? Слышь, я друг, я свидетель. Все. Успокоились. Все мои друзья. Все. Кольцо надо дарить. Хорошо. Куплю. Мы купим. Вопрос закрыт. А, а мальчишник, мальчишник, что я устраиваю? Баба из торта, вы тут приедете? Да не обмана. Это святое. Значит, ешь быстрее, пойдем тебе нижнее белье подберем, потому что это самое важное. Самое главное – это обувь, туфлик, платье, самое главное – платье. Чего же со мной выбираем? Везде посмотрим. Вот это. Слушай, ну может быть, поспокойнее? Не спорь. У меня счастливый брак, ребенок, через годик еще одного планируем. Так что мне виднее. Да? Ну хорошо. Да. Да. Похоже, у них все срастается. Опа, ем. Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья. Я вам очень всем признателен за то, что вы пришли сегодня поддержать меня в такой очень непростой для меня момент. Подумайся, Вадос, беги, пока не поздно. Поздно. Я хочу кое-что сказать. Можно тебе на минуточку? Я очень долго боялся всего. И я боялся выйти из этого магазина. Я очень боялся, что там мне могут сделать больно. Я боялся влюбленности. Если бы не ты, я так бы прожил всю свою жизнь. Сейчас. Стань, пожалуйста, моей женой. Мне нужно так много тебе сказать, что я не знаю, с чего начать. Что-то новенькое. Что это? Многие не верили, что я приду. А я говорю, плохо говорю, вы меня знаете. И хлестал меня, папаня, по попе розовым ревнем, в том, что в переводе, значит, на русский поздравляем мы. От чистого сердца поздравляем молодых. Что ты здесь делаешь? А-а-а. Вы не расписались еще, да? Нет, почему? Именем российской... Как моя бабушка говорила, вот в гостях хорошо, а дома пукнуть можно. Мы же договаривались. А в чем таком? Что он ничего не узнает. Правда? На-кася, выкуси. Ты же говорила, что я ему не скажу, что у меня денег, как у дурака фантиков. А я ничего такого не говорил. Брак, друзья мои. Брак, это же... И в горе, и в радости, и скажем, в окопе, и в этом, ну где? В бане. В бане. Можно и так вот, как парень говорит. Бывает ведь как в жизни, а? Ну, позвольте. Что вот женишься, а на утро смотришь на своего соседа по койке, очень красиво. А у него денег вообще нет, ни гроша. Да-да, так бывает. Чего? Так бывает. Идиот. Вы не обижайтесь мне идиота. Ну вот. А бывает наоборот. Женился, а бах, с утра выясняется, что миллионерша. Вон как бывает так. А какая разница? Скажите мне, сколько у человека денег, правда? Ведь любовь, любовь, это же чувство. Что происходит? Ну, кажется, мы что-то не то ляпнули. Правда в том, что она поспорила с ним на большие деньги, что разведет тебя за пять дней и жениться на ней. Ну, ну что ты болтаешь, а? Вот идиот, а? Ну, если вкратце брать, то, конечно, мальчик прав. Это правда? Я потом тебе все объясню. Я... я люблю тебя, правда. А куда? Что это он... Опа! А что это он обиделся, что ли, а? Ты выиграл. Поздравляю. Спасибо. А теперь послушай меня. Завтра Велена подает на развод. Мы слишком заигрались с тобой. Никакие деньги не стоят человека, которого любишь. Поговори с ней. Попробуй ее не потерять. Редактор субтитров А.Кулакова Если с Вадимом что-то случится, знаешь, что я с тобой сделаю? Да. Я тоже пока нет. Но я что-нибудь обязательно придумаю. Вадим! 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 Спасибо Замерз Как ты меня нашла? Тебе просто некуда было больше пойти Прости меня, пожалуйста Много проиграла? Все, что у меня было, свою работу Жаль А мне нет Почему? Потому что это неправильно Когда все, что есть у человека Это его работа И если бы не ты Я бы никогда этого не поняла Я Правда тебя люблю И я Буду расти детей Быть красивой И не буду путаться под ногами Когда ты готовишь шашлык Тебе станет скучно Станет, но Если нужно выбирать между тобой и работой Я выбираю тебя А если не нужно выбирать Сколько там на твоих Китайских Так ты на него, что ли, копил на самом деле? Просто у них на кабреле Это скидки были Распродажи летней коллекции Не удержался А ну что же ты тогда копил? Ладно Только тебе скажу Я копил Ага Все, ладно, поехали Поехали Слушай, а сколько же ты у нас проработал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оль, я завтракаю А, это вы Нам нужно быстрее Всем быстрее надо, всем быстрее За деньгами приехали, да? Ну я не виноват, это вы Заявление Не дали В десяти успеете заявление принять? Оставите себе Фил Что? Фамилия, имя, отчество Соболева Ирина Валерьевна Тарасевич Вадим Вилоревич Время зафиксируйте Распешитесь Есть Кольцо забыл Да ладно Извините Но вы действительно Четвертого числа Придете сюда Жениться Или у вас опять все Наспро Не придем Понятно Мы ведь вас можем вызвать к себе на дом? Мы же с вами договоримся Ну Домой можно А где вы живете? У мужа В гипермаркете А А где вы живете? А где вы живете? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Домой можно Домой можно Домой можно Домой 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 Ну вот Жизнь расставила все по своим местам Я понял Что не нужно бежать от самого себя И уж тем более От любви Это конец моей истории Интересно Сколько же стоит эта свадьба? Добро победило Зло наказано Хотя Хотя Чего? Так ничего показалось Домой 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 Соболева Ирина Валерьевна Этот В А А Я забыл про тебя А что ты стоишь с анализами? Ну так иди сдай Какая разница кто их привяз? Отвези в окно поставь Ну что? П Привет Выбейте анализы, сука! Ну, я быстро не работаю. Субтитры создавал DimaTorzok